Добрый вечер. Всем привет. Дислокация опять поменялась. Мы не хотим, как Степан Бандера, каждый раз в новом месте, но так получается. Мы хотели сказать, что сегодня мы проводили последний путь Дмитрия Болгаренко. Это был наш Попротив. Активный участник борьбы за громаду. Там были разные ситуации. Капитанка была непробиваемая стена. Мы когда-то дошли до того, что капитанка должна присоединить бабушек. И, скажем так, Болгаренко был одним из тех активных членов капитанского сообщества, который не побоялся притеснений, не побоялся пойти на это. Он один. Благодарны ему за активное участие. Да, за активное участие. И он подал вот эту бумагу. Был и Игорь Данильченко, был. И, кстати, и Григорий Витальевич Камашко тоже. Ну, скажем так, то есть, все равно капитанский вариант не сработал, к сожалению. То есть, капитанка оказалась третьим селом, которое вошло в Поприджскую объединенную территориальную громаду. Ну, мы все равно благодарны за, ну, вот, как бы... Ну, это уже, наверное, неважно. Это неважно. По результату мы одна громада, поэтому... Да, да. Ну, то есть, светлая память Дмитрию Болгаренко. То есть, давайте как-то... Теперь другие эмоции. Да, другие эмоции. Сегодня нам озвучили, показали, и мы выставили это в интернет. На коммертивной коммунальной предприятии «Бабушка лекарня» создано. Она, ну, зарегистрирована, то есть, есть вытек. Ну, к сожалению, все равно как-то, ну, вот, нет вот этой скорости. То есть, люди, которые пытаются и помогать, и заниматься, то есть, это, ну... Хотелось бы, чтобы процесс создания самодостаточной побужской лекарни шел быстрее, но... Как есть трудности, как... Вносят свои коррективы. Да, как есть, так и есть. То есть, ну, то есть, я человек из небольшого бизнеса, то есть, там критично время. То есть, для меня непонятно, как вот мы с августа пытаемся этим заниматься, и только на сейчас мы получаем только бумагу. То есть, исполняющий обязанности, ну... Терещенко Ольга Леонидовна сказала, что, ну, как бы ей сказали, что... Ну, вот, будет проведен конкурс, и будет уже постоянный директор, и пусть уже директор занимается получением организационными вопросами. То есть, вот на встрече с кандидатами был такой крик из, по-моему, Пьянчук. Игорь, он говорил, что вот вы, обратной связи нету, вы кричите, не кричите, ничего не говорите, там лицензии, сертификация, скажем так, подключение компьютеров в пакеты вы не делаете. Пока некому делать, нечего подключать, и, скажем так, то есть, вот эти первые и вторые ланки, они как-то вольются постепенно. То есть, мы надеемся, и у нас, скажем так, нет другого видения и решения. То есть, вот, хотелось бы только пожелать, чтобы мы все вместе с хорошим, добрым сердцем двигались, и тогда она будет, начнет все получаться. Потому что только позитивные эмоции, как бы, рождают позитивные... Самое главное желание искать выход из ситуации. Да, да. Не соглашаться на объяснение. Клавдия Столярова звонит. Мы рады. Ну, мы перезвоним вам. Так. Сегодня произошла такая ситуация. Это уже третий вопрос. Вызвали нас на утилизацию. Ну, не на утилизацию, а на то, чтобы... Мы обнаружились неточности, их не одна, а много, в бюллетнях, которые печатались для Побужской объединенной территориальной громады. Что она хочет, для этого надо нажать на трубку, и тогда мы узнаем. Давайте мы полчаса позанимаемся, потому что людям, в принципе, они смотрят нас. Я так думаю, потому что вон галочки идут. То есть, неровности, шероховатости, ошибки, и самих бюллетнях. То есть, у нас оказались и люди по 320 лет, живущие, неправильные отчества. И, кстати, оказалось, что... У одного из кандидатов, у женщины, я не помню фамилии, дата рождения 1600 какой-то там год. Это уже... 96-й год. 696 год, да. А у Григория Камашки другой... Давайте без фамилий, потому что, ну, скажем так, они могут... То есть, были разные варианты решения. То есть, это отдельный бюллетень, отдельный это самое. Возникли вопросы, нам даже сказали, что выборы в Папурской АТГ могут перенестись на неделю. Но я думаю, что люди выйдут из этой ситуации. И, скажем так, все разрешится. То есть, мы ждем сейчас звонка для утилизации тех бюллетней, которые уже получены. Вполне возможно, нам звонят для утилизации тех бюллетней. Ну, неточности и это... Но они все подразумевают, что кто-то будет включать еще раз печатный станок. То, что должно было пропечататься один раз, уничтожатся формы. Или как они там, ну, вот эти... Они же уничтожаются. Ну, надеемся, что все приведется к... Да, в порядку. Да, в нужному порядку. Ну, как бы, мне уже сказали, что это печатает не Голованьская типография, частный предприниматель. Но мы надеемся, что выборы будут честными, прозрачными. И люди смогут выбрать тех, кто действительно, как бы... Да, мы призываем избирателей все-таки прийти на избирательные участки. Все-таки принять участие в голосовании. Это очень важно. Это такой... Это непростые выборы. Таких выборов у нас еще... Выборов местных таких у нас еще не было. Это наша судьба, это наша... Это жизнь всех в будущем, какая она пойдет. 32 человека нас смотрят. Самое главное, чтобы... Активную громаду смотрят. Я хочу напомнить, для чего и эта громада и создавалась. Чтобы иметь возможность развиваться без мудрых наставлений, вказивок из славно известного районного центра. И я призываю выбрать такого. Я могу ответить? Ну, отвечай. Алло? Да. Ага, я понял. Да, да, да. Мы поняли, что вызывают уничтожение бюллетней, но уже после прямого эфира. Да, потому что телевидение... Да, телевидение это более важно. То есть я эти бюллетни не портил. Пусть люди подождут. Ну, наверное, потому что... Для нас это тоже важно. Мы не пытаемся пиариться. Давай я завершу, наверное, свою речь. Речь свои слова, можно? Да. То есть... Да. По поводу будущего главы. Он должен быть максимально дистанцирован от руководящей роли бывших таких вот противников децентрализации, потому что так просто они нас не отпустят. Вот. Ну, а всех избирателей прошу проанализировать и былую деятельность каждого из кандидатов. Ну, и спрогнозировать, какие действия будут им предприняты. Какая там команда у каждого. Ну, в общем, чтобы это был выбор продуманный, досконально. Продуманный, да. Не натянутый. У нас есть вопрос. Девушка приятной нарушенности спрашивает про реверсную субвенцию. То есть... К сожалению, мы сейчас не можем говорить, потому что это все на уровне слухов. То есть, никто даже не знает, какой бюджет будет у Памбурской объединенной территориальной громады. То есть, никто не может сказать цифру. Ребята, какая цифра. То есть, эта цифра, она динамичная. То есть, есть такое понятие, как минимальная заработная плата. Есть такое понятие, что оно все привязано одно к другому. То есть, с нового года вполне возможно, все цифры будут перезагружены. Поэтому, я говорю, что я повторяюсь, потому что на встрече кандидатов на голову ОТГ я сказал, что есть разные громады. Есть громады, где почти до 20 тысяч гривен на каждого жителя есть бюджетные поступления. То есть, у нас не будет такого, у нас нет такого понятия, к сожалению, на сегодня, как добыча полезных ископаемых. То есть, ввели сейчас 5% для того, чтобы громада была всегда заинтересована. То есть, 5%, по-моему, акциз это называется, или как, то есть, с каждого допыта, выкачанного нефти, газа, еще что-то, громада получает эти деньги. И есть действительно люди, есть громады, которые процветающие. То есть, вдумайтесь в цифру, 18 тысяч, то есть, по идее, объем был бы 180 миллионов, ну, как бы, практически бюджет Голованевского района, то, что был целый район. Ну, скажем так, вот, уже кто-то где-то пытается придумать какие-то присоски именно к нашим бабушским деньгам и придумывает вот это, уже протаскивает это через Крапивницкий. То есть, не надо думать, что в Крапивницком там все одни друзья собрались. То есть, если бы, ну, в свое время мудрые люди, которых, может, когда-то кто-то и ругает, то есть, была отмена, ну, вот, была такая статья, согласование, в облрадах надо было получить добро на создание громады. То есть, это потом забрали в облрад, поэтому, может быть, это тоже повлияло на то, что мы, как бы, состоялись. Потому что там было четкое видение, что вот этой громады именно не должно быть. К сожалению, скажем так, вот, депутат, который вроде бы как от нас, он, как бы, ну, вот, депутат от Крапивницкого района. Ну, то есть, это и есть голова облрадов. Ладно, мы не будем, потому что это люди большие, мы не хотим ни с кем не ругаться, не ссориться. То есть, побуская УТГ состоялась. Не важно, как говоришь. Я по поводу звонка. Все-таки люди ждут тебя, ну, к сожалению. Ну, 10-15 минут, мы сейчас договорим, и все. То есть, я не буду говорить тут про... Я хотел сказать одно, что 25-го жовня выборы не заканчиваются. То есть, впереди у нас выборы в БКОНГОМ. Ну, согласно действующего законодательства, у каждого депутата должно быть не менее пяти помощников, которые тоже это выборные должности. То есть, человек должен представлять, и общественность должна их утвердить. У нас впереди выборы заместителей головы, объединенной территориальной громады. То есть, люди тоже могут подавать свои кандидатуры, смотреть. То есть, у нас впереди... Ну, как бы... Ну, и коммунальные предприятия, скажем так, тоже кто-то должен возглавлять. То есть, вы прикиньте, посчитайте, сколько это вообще людей войдет... Ну, вот мне не понравилась фраза, нет у нас политической элиты. То есть, скажем так, тут десятки, сотни людей должны, как бы, войти и стать, и заниматься. И тогда у нас все начнет получаться. То есть, еще раз, голова объединенной территориальной громадой, это не самоцель у людей. То есть, они должны изменить жизнь людей. То есть, есть тут разные, там, кричат команды, не команды. Ну, вот, скажем так, я думаю и надеюсь, что это все произойдет. То есть, вы должны, ну, не то чтобы должны, хотя бы подумать, продумывать варианты, кого вы хотите видеть. Вы конкомер, заместниками головы объединенной территориальной громады, чтобы эти люди не были токсичны, чтобы вы их видели и воспринимали, и знали, что эти люди, в принципе, служат вам. Я не хочу повторять, вот эти, слуги народа, там, еще что-то. То есть, это люди, менеджеры, которые будут вам... Партийная принадлежность? Да, партийная принадлежность вообще никакого. В нашем случае, мы до десяти тысяч выборцев, пожалуйста, это просто должны быть люди, которые с хорошим, добрым сердцем, профессионалы будут заниматься нашими общими делами. То есть, комитеты в Раде, в Иконком, помощники депутатов, это все выборные должности. То есть, впереди у нас большая, как бы, работа. Ну, то есть, прежде победы. И в случае победы, нет, так это будет при любом, при любом, да. То есть, люди вообще не задумываются, я не знаю, там, восемь этих кандидатов, Они вообще не воспринимают, что они думают, что они булаву сейчас придут, заберут у человека, и больше их трогать никто не будет. Кроме этого, я один из немногих, который говорит, что еще громадские объединения никто не отменял. То есть, создавайте громадские объединения, если они идут на пользу жизнедеятельности всей громады, то, пожалуйста, это самое, занимайтесь. То есть, это не значит, что надо ходить где-то там... Такая деятельность приветствуется. Да, такая деятельность будет приветствоваться. Не тошнить, не быть токсичными, а вот действительно конструктивно развивать всю громаду. Ну, спасибо за внимание. Давайте нам немножечко, к сожалению, у нас немножечко скомкали. Есть, опять же, там вопрос от Виталия Пенсека, то есть, по бюджетному планированию, кто будет заниматься, кто будет это самое. Давайте к этим вопросам вернемся, допустим, в той неделе. Вполне возможно, что вы нас будете уже видеть в другом качестве, мы надеемся. И, как бы, в случае нашей победы, вот я написал, Владимир занимался физикой, вполне возможно, что мы будем каждую неделю делать вот такие видеоотчеты. Пятничный вечер будет. Да, да, да. Вот она такая вот. Да, то есть, вполне возможно. Пятничное планов, доход, работ. Да. А мы будем стараться так, чтобы наша жизнь была интереснее, чтобы, допустим, мы были интереснее мексиканских сериалов. Спасибо за внимание. Всем пока. Пока. Приходите на выборы. Завтра день тишины. То есть, ну, как бы, мы не хотим озвучивать действия наших оппонентов. То есть, там и деньги суют, и что-то предлагают. И, в общем, всем удачи. Всем удачи. Это самое. То есть, вы сами выбирайте. То есть, как вам жить, как вам устраивать жизнь в будущем. Все, до свидания. Все. Пока. 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 Продолжение следует...